Из нынешней глобальной системы выйти никто не может. Выйти смогут только в том случае, если она рухнет. Например, произойдет мощнейший валютно-финансовый кризис, и система начнет рушиться, так как это произошло с британской гегемонией в начале 20 века. Ни Китай, ни Соединенные Штаты, ни тем более Россия выйти из глобальной системы не смогут. Речь идет о другом. Найти в рамках этой глобальной системы, которую американцы краили под себя, найти такие средства противостояния, которые, не провоцируя военный конфликт, начнут работать на нас. Кстати, именно этим занимаются китайцы. Они так замкнули свои товарные потоки, что военный конфликт между США и Китаем прежде всего ударят экономически по самим Соединенным Штатам. Нужно искать стратегию. Кстати, крушение Советского Союза, одной из причин крушения Советского Союза было то, что Советский Союз не смог стать альтернативной глобальной системой. Потому что если Советский Союз с его возможностями не смог стать, то нынешняя Россия никак не может быть альтернативой вот этому глобальному миру. Она может бороться за лучшие позиции внутри этого мира, и это вполне возможно. Но борьба за позиции внутри глобального мира требует совсем-совсем другой элиты, элиты другого качества. Почему произошла смена элиты, например, в Германии и в России, в Германии в 1933 году, а в России в 1917 году? Если брать Россию, конца 19-го, начала 20-го века, в России произошла олигархизация самодержавия. И именно так этот процесс назвал один из самых умных людей конца 19-го, начала 20-го века, отец барона Врангеля, который написал одну из лучших книг на русском языке о России. Называется она «Это мемуары от крепостного права до большевиков». Он описывает Петербург конца 90-х годов и прямо говорит об олигархизации самодержавия. Старый слой сгнил. И верхушка, которая была в России в конце 19-го, начало 20-го века, она хотела быть частью Запада, она хотела, чтобы у России была сырьевая экономическая ориентация. То есть это был такой способ интеграции в мировую систему. Ничего хорошего России он не сулил. В 1917 году пришли другие люди. И эти люди обладали тем, что знаменитый социолог 20-го века Карл Поланье назвал «зловещее интеллектуальное превосходство». Он употребил этот термин по отношению к нацистским лидерам, когда он объяснил, почему они победили своих оппонентов в самой Германии, потому что у них было зловещее интеллектуальное превосходство. И у большевиков было тоже зловещее интеллектуальное превосходство над своим противником. И в этом плане, если мы говорим сейчас о начале 21-го века, элита, которая собирается выигрывать на мировой арене или улучшить свое положение, она должна переумнить своих оппонентов. Это термин «переумнить», это термин Александра Александровича Зиновьева. «Переумнить». Что значит «переумнить»? Это значит адекватно представлять себе, как устроен современный мир. Ну, впрочем, у нас с 60-х годов XX века у Советского Союза не было стратегии, а была тактика, и она становилась все более и более краткосрочной. У Горбачева вообще уже тактика была, так сказать, ну совсем, как говорил Папа Карло Абуратино, у тебя коротенькие мысли. Вот у советской номенклатуры были очень коротенькие мысли, в конечном счете, как бы чего-то, так сказать, украсть, тащить и так далее, и так далее. Поэтому она и проиграла. Поэтому нынешняя усложняющаяся ситуация, она требует трезвой оценки ситуации, и она требует, в общем, воли и разума. То есть мужества быть и мужества знать. Что касается отношений с США, то если они будут также становиться все более и более прохладными, то это, безусловно, поставит вопрос о существенной коррекции внутреннего курса. Я не могу себе представить, что мы также будем вкладывать наши деньги в стабилизационный фонд, в американскую экономику.